КОНЬ Или горизонтали, а затем еще на одно поле по диагонали в том же общем направлении. Можно сказать, что КОНЬ ходит на два поля в направлении, среднем между прямым и косым. КОНЬ контролирует большее или меньшее число полей в зависимости от занимаемого им положения. Чем ближе он находится к центру, тем значительнее становятся его возможности. КОНЬ, находящийся на угловом поле, в своем распоряжении имеет только два хода. На соседнем поле с углом три хода. На второй от края доски горизонтали или вертикали шесть ходов, а в центре и на полях около центра восемь. Конь — единственная фигура, которая имеет право перепрыгивать через свои и неприятельские фигуры. Например, в начальной позиции все четыре коня, присутствующие на доске, несмотря на плотное окружение, могут при своем ходе пойти на одно из двух полей, отмеченных точками. На этой диаграмме черный конь Ф6 при своем ходе может выбрать одно из шести свободных полей, отмеченных точками, или побить белого ферзя Е4, став на его место. Поле Ж8 для коня Ф6 недоступно, по той причине, что там находится своя же фигура — король. На этой диаграмме можно наблюдать еще одну любопытную деталь. У коня, чтобы добраться до какого-либо поля, например, с Б1 до Ж8, есть выбор маршрутов. Такой — С3, D5, E7, G8. Или такой — D2, E4, F6, G8. Король, обозначаемый в шахматной нотации буквами КР, перемещается за один ход на ближайшее поле в любом направлении. Король контролирует одновременно не более восьми полей. Если король стоит на угловом поле, то под его контролем находятся только три поля, а находясь на крайней горизонтали или вертикали, он в своем распоряжении имеет пять полей. Король — единственная фигура, которая не может пойти на поле, атакованное чужой фигурой. В позиции на этой диаграмме белый король может пойти на одно из шести полей, отмеченных точками. Поле E4 для белого короля недоступно по той причине, что оно атаковано черным королем, а поле E2 находится под боем черного слона. Только два поля имеются в распоряжении черного короля, так как поля C5 и E5 атакованы белым слоном. Поле E4 атаковано белым королем. Это поле оба короля атакуют взаимно, а поле E6 — белой ладьей. Брать белого слона на поле D6 черный король не имеет права, потому что тот защищен своей ладьей. Поле C4 занято черным слоном и по этой причине также недоступно для черного короля. В начальной позиции король не имеет ходов. Пешка в шахматной нотации обозначается лишь полем, на котором она стоит. Пешка ходит только вперед и только на одну клетку, но с одним исключением. Со своего первоначального места, для белых — со второй горизонтали, для черных — седьмой. Каждая пешка, если свободен путь, по желанию играющего, может быть передвинута либо на ближайшее поле, либо через одно поле. Пешка, стоящая перед королем, пошла через поле. Пешка, стоящая перед ферзем, пошла на ближайшее поле. Сделав первый ход, в дальнейшем она теряет право на двойной прыжок, то есть в дальнейшем она может передвигаться на одно поле. Ходить таким образом пешка может только в том случае, если перед ней не стоит какая-либо другая фигура. Пешка на поле Е4 не имеет ходов, так как путь ей преграждает конь противника. А пешка В2 может пойти только на одно поле В3, ибо ее двойному шагу мешает неприятельская пешка В4. Когда пешка вступает на последнюю горизонталь, белая — на восьмую, черная — на первую, то она немедленно превращается в любую фигуру своего цвета, кроме короля. Причем неважно, имеется ли такая же фигура на доске или выбыла из игры. Выбор фигуры определяется желанием шахматиста. Так белая пешка H7, вступив на поле H8, обязана немедленно, то есть тем же ходом, превратиться либо в ферзя, либо в ладью, либо в слона, либо в коня белых. Черная пешка делает шаг с поля В2 на В1 и превращается, например, в ферзя, и дальше ее жизнь продолжается в этом качестве. В отличие от рассмотренных ранее фигур, пешка бьет фигуру противника не так, как ходит, а на одну клетку вперед по диагонали. Перейдя после взятия на соседнюю вертикаль, пешка в дальнейшем движется по ней. Белая пешка на С4 может побить любую из черных пешек, но не может побить или обойти коня. В такой позиции белая пешка H7, кроме хода на поле H8, имеет возможность побить черную ладью G8. При этом пешка обязана превратиться в любую из четырех белых фигур. Ферзя, ладью, слона или коня. Черная пешка А7 имеет возможность сбить пешку белых B6. У пешки С7 есть выбор взять пешку B6 или коня D6, а кроме того, она может просто пойти на поле С6 или сделать двойной прыжок на поле С5. Если пешка, сделав ход со своего первоначального места на два шага, переступит поле, которое находится под ударом неприятельской пешки, то последняя вправе взять проходящую пешку. При этом бьющая пешка становится не на то поле, куда совершила прыжок пешка соперника, а на битое поле, через которое та перепрыгнула. Это правило называется взятием на проходе и относится только к пешкам. Следует запомнить, что взятие на проходе может быть осуществлено лишь немедленно в ответ на двойной ход пешки. Позже это правило утрачивается. Итак, белая пешка B2 перепрыгнула битое поле B3, после чего пешка черных A4 побила прыгунью, встала на битое поле, которое перешагнула соперница, взяв ее на проходе. Черная пешка F7 может сделать двойной шаг на поле F5. В таком случае ответным ходом ее может побить на проходе одна из белых соседок, встав на поле F6. В этом случае черные сыграли пешкой с поля F7 на поле F5, а белые в ответ не стали брать на проходе, а продвинули свою пешку с поля F3 на поле F4. Если теперь черные сыграют пешкой с поля H7 на поле H5, ее вправе взять на проходе пешка G5 на своем битом поле H6, а право взять на проходе пешку F5 белыми уже потеряно. В этой позиции черные собираются пойти пешкой C7 на поле C5. В таком случае они должны считаться с тем, что белая пешка побьет черную пешку C на проходе на поле C6. Разумеется, белые вправе избрать и другое продолжение. Взятие на проходе — непринудительный ход.